Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро из Виндзора! Сейчас иду домой и хотел бы отметить, вот, ответить сразу на тот постинг, на то, что мне сказали. Мне посоветовали быть более позитивным, быть меньше похожим на Осли Кая и не пытаться поймать хайп на негативе. Ребята, я самый позитивный, наверное, из агентов и самый позитивный из блогеров. Почему? Потому что я говорю правду, я говорю правду о том состоянии, в котором находимся, потому что те люди, которые едут со мной на обучение в Австралию и, в общем-то, и на эмиграцию в Австралию, эти люди достаточно грамотные, это не дураки и этих людей на Митине, как говорится, не проведешь. А, соответственно, если люди эти грамотные, то им надо говорить правду, ничего кроме правды. И это мне приходится делать, но, в принципе, мне это и нравится. Какой смысл говорить о том, что в январе месяце приедет 23 тысячи новых студентов, если я прекрасно понимаю, кто это говорит, зачем это говорит. И я понимаю, что это неправда. И завтра это будет дозавуировано. И блогер, на мой взгляд, который начинает, или агент тем более, который начинает болтать такую чушь, это человек, который не будет пользоваться авторитетом у людей грамотных, думающих. То есть у тех людей, которые имеют шанс приехать и в Австралию, и достичь какого-то успеха. А именно таким я и хочу быть успешным, обрадовательным агентом, успешным в какой-то степени блогером. Не тем блогером, у которого очень много подписчиков, а тем блогером, у которого все подписчики умные, грамотные, и те люди, которые похожи на него, и те люди, которые в действительности будут иметь успех, а соответственно деятельность агента, который является блогером, то есть моя деятельность будет успешной, потому что мой успех – это совокупность успеха всех вот этих вот людей, и всех вот этих вот будущих студентов, будущих иммигрантов. Я думаю, что если я говорю правду, если я говорю не как человек, который сливает грязь, которая абсолютно не относится к делу, и вы знаете, наверное, на кого я намекаю, на тех людей, которые говорят, что вот здесь всякие там живут обезьяны мусульманские, здесь какие-то черные в паранджах ходят, здесь вообще все страшно, здесь какие-то… Да, здесь есть люди равных культур. Мне, кстати, по приколу интересно, более того скажу, по доброжелательности, которая проявлялась ко мне в обществе, самые лучшие люди были арабы, вот, с ними было прикольно, у них традиция такая, есть свадьба или что-то такое проходит, они тебя угощают, ты просто проходишь, улыбаешься, там, смотришь, что-то там, какая-то движуха, они выходят с подносом, какие-то сладости, ты кушаешь, разговариваешь с ними, вообще интересно, они такие общительные люди, никакого криминала никогда не видел, почему я должен их ненавидеть, я должен их бояться, допустим, совершенно нет. Что касается индусов, ну, в какой-то степени интересные, своеобразные люди, но есть плюс, то, что я люблю карри, вот, многие карри не любят, а я карри люблю. Должен заметить, что карри, кстати, это исконно, если хотите, индоевропейская, арийская кухня, поэтому турмирик этот, или куркума, это арийское блюдо, если уж там говорить о наших белых, там, супремасистах, то они должны любить карри, вот, тем более те люди, которые так сильно националистичны, смотрите, их фамилии, что-то не похожи они на славянские, так, между нами девочками говоря, так вот, так вот, так вот, я не сторонник всех этих хоббий, по опыту, конечно, мы можем даже заключить, что вот люди, которые ездят на каком-то Subaru Outback, в основной своей массе, какие-то, допустим, не такие люди, ну, это наш жизненный опыт, и наше право так читать, ну, не особенно везде афишировать, о том, что мы терпеть не можем Subaru, особенно Outback и у водителей, вот, то же самое касается, какие-то национальности, есть у нас какие-то привычки, есть у нас какие-то, предположим, наш какой-то жизненный опыт, который одним говорит одно, другим говорит другое, ну, давайте следовать этому опыту, но, но, говорить о том, что я негативист, отнюдь я не негативист, вы можете посмотреть, какие положительные достижения я сделал, фактически, и сейчас, это работает в рамках нашего оборудовательного, иммиграционного агентства, у нас есть служба знакомств, в отличие от многих других болтунов, она как раз, служба эта работает, работает хорошо, у нас есть достаточно большая группа людей, которая должна приехать, если только границы откроются, эти люди приедут сюда и будут учиться, это десятки, десятки, десятки людей, уже под сотню, и эти гагарины, то, что они, как бы, первые, они такие, как бы, первопроходцы, соответственно, эти люди получили гарантии, что они не будут учиться онлайн, никто их не будет этому выставлять, и никто этого, кроме меня, этого не сделал, так что, это достижение, и это надо признать, и я выступаю с резкой критикой тех негодяев, агентов, которые проталкивают обучение онлайн, потому что это обогащает и их, и обогащает учебное заведение, и, в общем-то, страну, при том, что оно базируется на лжи и ничем не подкрепленных обещаниях, и я, наверное, единственный, который это открыто говорит, говорю, открыто заявляю, хотя это, сами понимаете, казалось бы, в ущерб для меня, как образовательного агентства, но я делаю, и это тоже позитив, это не негатив, это позитив, другие болтают о том, что очень скоро все откроется, очень все, что будет, будет хорошо, а я делаю так, а я делаю так, чтобы при любом стечении обстоятельств людям было хорошо и людям было лучше, чем с другими агентствами, с другими учебными заведениями, и я это делаю, поэтому говорить, что позитивная болтовня, это лучше, чем умеренно позитивные дела, это неправильная, несостоятельная, точнее, несостоятельная точка зрения, и поэтому я считаю, что то, что я делаю, то, что я говорю, это наиболее позитивное из всего того, что есть сейчас в благосфере, бесполезно вам рассказывать о том, как я там не на летаю на каких-то планерах, ловлю 20-30 килограммовую рыбу, потому что это абсолютно не относится к вашей эмиграции, к вашим возможностям въезда в страну, а именно те люди, которые хотят въехать в эту страну, в том числе и по учебной визе, и хотят достичь своей Австралии, именно эти люди и являются основной аудиторией моего канала, и для своего канала я являюсь наиболее позитивным блогером, наиболее нужным и наиболее важным, вот за всем я вас и оставляю, всего вам доброго, а я пошел на завтрак, чтобы мой вес не как блогера физически не упал, спасибо.